Артём, сумасшедший матч. Поделись, пожалуйста, своими эмоциями. Действительно сумасшедший матч, потрясающий. Мне кажется, зрителю точно понравилось, были дольные. Наверное, нам грех жаловаться на результат, потому что, наверное, вырвали ничью. Но всё равно какой-то такой осадочек остался. Мы отразговаривали с ребятами, особенно с Максом Инахом, со всеми, что вроде игра получалась, удавалась. Но в то же время, наверное, как она всё складывалась, отчасти, наверное, счёт, наверное, закономерный. Ты сегодня забил быстрый гол и сначала побежал праздновать в сторону скамейки, потом остановился, потом всё-таки подбежал к Михаилу Михайловичу, Валерию Александровичу. Расскажи, как ты изначально собирался праздновать? Да никак, ты же ничего не делаешь, не готовишься к тому, как ты будешь праздновать. Потом получилось так, что забил и своё фирменное сделал приветствие. И потом пошёл уже к Александровичу и Михайловичу, потому что это люди, которых я очень уважаю. Люди, которые для меня очень, ну, такие авторитеты являются, с которыми я очень, не знаю, по духу близкий. И я всегда за них. И с Санычем я знаком ещё с Томска, с Михайловичем здесь. И я за Михайловича до конца, он это знает. Поэтому в любом случае, кто бы что-то мне говорил, очень много разговоров о том, что будет конфликт у нас с ним, да ещё что-то. Расскажи, пожалуйста, про момент с незащитным голом, после которого началась потасовка. С ракурса за воротами казалось, что мяч был полностью за линией. Нет, мне наоборот показалось, что полностью всё-таки не пересёк. Я считаю, что потрясающий сейф сделал по Мазун. Там всё-таки полностью, наверное, не пересёк. Трудно сказать. Я думаю, если бы... Мне хочется верить, что если бы он пересёк, то у нас есть какие-то определённые аппаратуры, которые определяют, гол или нет. Если нет, то это печально. Ну, мне показалось, что полностью, наверное, не пересёк, потому что он врезался, он мяч отбил в штангу и как будто так зафиксировался. А дальше потасовка, там просто немножко Бивеев позволял себе сквернословить, скажем так. И хотелось его призвать. Ну, опять же, это футбол, если бы в хоккее, все бы культурно большинство молчали бы, потому что там очень много ребят хороших, с которыми никаких конфликтов не может быть. И Бегич, и Эмерсон. Ребята, которые приятные, позитивные, здоровые, которые могли бы вписаться, но они себя ведут адекватно. В концовке было ещё очень много моментов, которые могли реализовать у Глушенкова. Была очень хорошая возможность забить. Успел с ним обсудить уже? Да, мы все обсуждали. И Бара, жалко, там момент в штангу попал. Но потом хорошо разыграли. Нинах сделал длинную передачу. В борьбе с двумя сбросил. Фасон зрячий отдал передачу. Да, Фасон? Это не бил же ты поворотом. Он сделал зрячий, Сулик забил. И в конце вот этот момент сумасшедший. Ну, просто неправильное решение принял. Такое бывает, на самом деле. Никто, никаких претензий не было. Просто он очень сильно тоже расстроился. Как и Бара, когда такие моменты есть, хочется забить. Но, наверное, если так положить руку на сердце, наверное, было бы несправедливо победить вот так, наверное, 3-2. Мы, наверное, были бы счастливы, конечно, безмерно. Но за Урал было бы очень обидно, потому что команда действительно играющая. И не забить два пенальти и проиграть так вот 3-2, мне кажется, было бы, наверное, чересчур. Плюс у них ещё с Ростовом отняли очки. Поэтому я думаю, что где-то им вернулось. Но мы в любом случае, наша задача, что мы не сдаёмся, это очень радует. То, что уже не первый раз, уже 4-5 таких камбэков крутых, которые говорят о том, что у нас есть характер. По крайней мере, это уже радует. Как раз про незабитые пенальти Урала. Ты после игры подошёл поддержать Илью из школы. Что ты ему сказал? Спокойная, банальная вещь. То, что он в любом случае молодец. То, что в таком юном возрасте не побоялся пошёл бить пенальти. Взял на себя ответственность. Старшие разрешили. И в любом случае, у него ещё вся жизнь впереди. Вся карьера. И она должна его сделать сильнее. В любом случае, жизнь на этом не заканчивается. Выше нос. И всё будет хорошо. Продолжение следует.